Всем мое почтение, друзья, и сегодня 9 марта 2023 года хотел бы обратиться к уважаемому президенту Грузии. Благодарю, что вы поддержали протестующих. Благодарю, что вы поддержали демократический грузинский народ, а не поддержали это правительство, которое водометами, резиновыми пулями, газом решили подавить, так сказать, свой народ. Вообще, можно ли назвать грузинский народ для этого правительства своим? Я лично считаю, что нет. Более того, я призываю всех от души выходите на улицы Грузии, на улицы Тбилиси и других городов, в селах, в деревнях, выходите, потому что иначе, если эта власть почувствует, что она силой может вас подушить, у вас будет не Грузия свободная, а Грузия концлагерь, образца Беларуси, образца России и других, Ирана. Это очень, так сказать, близкий пример, когда люди вышли на улицы Хирана и их подушили, так сказать, а теперь по одному вешают. Берегите себя, братья грузины, и прислушайтесь ко мне. Выходите на улицы Грузии и протестуйте. Протестуйте за свободу Грузии, за свободу своих детей, за свободу своих внуков, потому что нет ничего дороже, чем свобода, чем вольно дышать, а при этом правительстве, которое готово водометами, пулями, заради того, чтобы фактически иметь власть неограниченную, душить вас и, так сказать, загонять под плинтус. Не будьте рабами, не будьте теми людьми, которые вот сейчас к вам с России бегут. Это, так сказать, очень такой приличный пример вам. Если вы допустите сейчас победу этого пророссийского правительства, то, может быть, и вам придется бежать в какие-то другие страны от невозможности защитить себя в своей стране. Грузины, выходите на улицы, протестуйте, требуйте. Да, будут жертвы, да, будут инвалидности, может быть, даже лишения жизни и с той, и с той стороны. Но лучше сейчас малыми жертвами, чем потом травовой бойней. Это мое вам пожелание от души. Я считаю грузинский народ, братским народом Грузию велитой страной и очень красивой, и, я думаю, что и в дальнейшем просветающей. Прислушайтесь ко мне. Если вы не прислушаетесь и не будете выходить на улицы, эта пророссийская шобла вас кратком всех подушит. Уместе или по одному уже не будет иметь значения. До новых встреч, друзья. Грузины, держитесь. Слава всем тем, кто вышел седьмого, восьмого. До новых встреч, друзья. Слава Грузии, слава Украине. Живе Беларусь. До новых встреч. До новых встреч.